Добрый день. Мой доклад, как уже было сказано, касается меньшей части тематики конференции о любви физико-шировой молнии. И с самого начала я сразу хочу продемонстрировать тот объект, о котором буду рассказывать, тот объект, который получен в такой области низкотемпературной плазмы, которая называется пилевая плазма, точнее, микрогенная пилевая плазма. Сразу можно слайдить. Не очень может быть ярко, но, по крайней мере, все равно виден самым главный объект. Вот этот объект как раз носит название. Компактная, шаровая, сверхплотная плазменно-пылевая структура в кориогенном газовом разряде. In English, it's compact, globular, sphere-like, ball-like, dust, плазма dust,рач. Значит, он представляет из себя что? Это вот сфера, состоящая, очень плотная сфера, как я уже сказал, состоящая из частиц алюминия 2О3, микронного размера, примерно 3-5 микрон, которая находится в тлеющем разряде постоянного тока, вот эта трубка вертикальная, которая, в свою очередь, охлаждается до креогенных температур жидким гелем с температурой 4,2 градуса. Размер его примерно 5 миллиметров. По заверениям наблюдателей, эта сфера еще к тому же вращается примерно с частотой 10 Гц. Ну, надо сказать, что предыстория этого объекта достаточно увлекательная, достойна пера романиста, но если вкратце, значит, отвлечься, то впервые она наблюдалась в Ивтане, в лаборатории Валерия Васильевича Марковца, значит, разведчивым отделом был Эрик Иванович Осиновский. Наверное, Анатолий Иванович знает каких людей. А вот я сейчас покажу, я просто сейчас... И я знаю. Вот, замечательно. Тогда вы будете понимать, о чем идет речь, по крайней мере. Вот, а тогда, значит, вот это было получено в 2003 году, вот конкретно вот этот результат в 2003 году был получен. Тогда переживал бурный рост, бурное развитие, вот это как раз область полевой плазмы, и она расширялась во все стороны, и в частности вот в направлении криогенной полевой плазмы, то есть охлаждение самой полевой плазмы до криогенных температур. И вот, значит, Эриком Ивановичем была поставлена такая задача, чтобы, поскольку вот лаборатория Марковца, это была криогенная лаборатория, чтобы как раз заняться вот этой задачей. Вот следующий тогда сразу слайд. И вот, к сожалению, поскольку это были криогенщики, и до этого они с полевой плазмой не сталкивались совсем, то вот к этому эксперименту они подготовились с точки зрения полевой плазмы достаточно слабо, и вот первый же объект, который они наблюдали, им не удалось надежно зафиксировать. Вот предыдущая фотография и вот эти, это вот единственное, что осталось после того эксперимента. Тем не менее, предыдущая особенно фотография, вот она была настолько впечатляющей, что, ну об этом я скажу дальше. Вот это вот, на самом деле, кадры из видеоизображения, из видеоданок, которые были получены, они также, я не знаю, наверное, были утеряны, но вот эти кадры остались. То есть вот предыдущие, вот это слайд, это единственное, что было сделано. Ну вот, тем не менее, вот в эксперименте участвовали и Осиновский, марковец, значит, техник, там, Платонов, Валерий Иванович, и вот еще, значит, присутствовал Александр Владимирович Кириллин, небезызвестный, вот сын того самого Кириллина, академика, без которого находится ФАЕ и в ТАН. Вот, и этот результат их настолько впечатлил, что в дальнейшем они стали такими активными энтузиастами вот этого объекта и всем пытались его продвигать, лоббировать, значит, в частности вот Кириллина... Немножко где электроды, вот... Сейчас я перейду, да, это такая предыстория. Предыстория, да. Ну давайте дальше, хорошо. Да, ну вот сразу тоже я хочу показать, вот поскольку удалось напечатать тогда одну статью, значит, в журнале «Физикс В.А. Тарса», вот с этой вот как раз фотографией, которую вот я показывал предыдущей, и вот как раз в этой статье впервые было упоминание про, собственно говоря, о том, что вот данный объект может быть экспериментальным аналогом, можно считать аналогом шаровой молнии. Дальше это видео, следующий слайд, точнее, эта фотография, вот она, в общем, тиражировалась в разных отчетах и, так сказать, материалах, и в том числе вот в 2013 году сравнительно недавно вышла статья вот в журнале «Контрибьюшнс» и «Плазма Физикс», вот где как раз была использована эта фотография, вот ее кусочек. это статья Петрова Фордова, вот обращу внимание. И фотография, опять же, то есть, насколько я понимаю, произвела большое впечатление теперь уже на редколлегии журнал, что они даже поместили ее на обложку журнала. Вот, и, ну, как я уже сказал, поскольку вот от данных осталась только одна эта фотография, естественно, сразу же было принято решение провести новый эксперимент с тем, чтобы как бы улучшить эти результаты. И вот для, так сказать, со стороны полевой части тут уже был вовлечен в эту работу я. Дальше. Ну, вот немножко ликбез по поводу полевой плазмы, буквально несколько слов, чтобы имели представление об объекте. Значит, полевая плазма представляет из себя газ, ну, то есть, собственно говоря, ионизированная плазма с частицами микронного размера, с твердыми частицами. Основной особенностью является то, что они, значит, набирают на себя заряд со стороны плазмы, то есть, с помощью потоков электронов и ионов, заряжаются настолько сильно, что вот, значит, взаимодействие вот это между ними, оно настолько сильно, что превосходит, собственно говоря, разупорядоченное тепловое движение этих частиц. Таким образом, частицы могут выстраиваться в регулярные структуры, наподобие кристаллических или жидкоподобных. И вот именно как раз изучением таких структур занимается полевая плазма. Следующий слайд. Ну, вот, собственно, это вот изображение самих частиц, которые могут использоваться, ну, вот из хорошо известных всем алюминий 2О3, значит, в том числе стеклянные микросхемы могут использоваться. Также вот, дальше я покажу эксперимент, использовались вот частицы, правильные сферы пластиковых частиц, беламинформальдегида. Дальше. Ну, вот, в общем-то, полевую плазму изучают в разных разрядах, но вот в частности один из самых распространенных, ВЧ-разряд, и вот разряд, отличный разряд постоянного тока. Полевые структуры здесь образуются в так называемых головах страт, вот эти вот светящиеся области. Положительный столб в разряде, он стратифицирован, и вот в этих областях светящихся происходит резкий скачок параметров плазмы, и в том числе и электрического поля. Электрическое поле, действуя на заряженную частицу, она заряжается отрицательно в тлеющем разряде постоянного тока, вследствие большей подвижности электронов. Значит, поле, действующее вверх, может компенсировать силу гравитации и таким образом приводить к тому, что полевая частица зависает. Ну, по-научшему говоря, левитирует. И вот, когда, значит, таких частиц много в страте, они, взаимодействие между собой, выстраиваются в регулярную структуру. Ну, вот здесь вот примерные параметры. Вот в части, вот отсюда вот. Значит, здесь структура, вот она вот таким вот образом, немножко увеличена. Дальше. Вот, надо сказать, что такие структуры обладают большим многообразием, то есть их формой, динамика, потому что сильно зависит от параметров разряда. Нет, верно. Ну, вот в части вот здесь структура показана из сфер меламинформидегида. Да, вот видите, наблюдается различная динамика, волны, вихри и так далее. Ну, так сказать, это для того, чтобы было примерно ясно. Дальше. Следующий этап, это как раз охлаждение данного разряда до креогенных температур. Это можно сделать, помещая разрядную трубку в криостат, в простейшем случае, который представляет из себя двойную систему сосудов Дюара, грубо говоря, в термос. Одна клуба вставлена в другую. Значит, внешняя часть, так называемая рубашка, охлаждается жидким азотом, а внутреннюю часть заливается в жидкий гель. Вот таким образом охлаждается разряд, получается креогенный газовый разряд, который уже имеет свойства, достаточно сильно отличающиеся от свойства разряда при комнатной температуре. Да, и для формирования стабильной страты, здесь вот я упомяну отдельно, используя такое приспособление, которое называется, вот мы назвали капилляр, который имеет сужение в виде бутылочного горлышка и разряд, проходя через это сужение, за ним формирует стабильную страту, в которой можно заниматься изучением таких структур. Следующий слайд. Так вот, при охлаждении, здесь, в общем, это более детально показано, собственно, конструкция самого криостата, это вот разрядная трубка, точнее, ее часть с капилляром. Вот структуры где-то будут вот здесь. Структуры обычно подсвечиваются лазерным излучением, но вот дальше плотная структура, как будет видно, она, значит, ее излучение настолько сильное, что видно даже и без подсветки. Следующий. Ну, вот, собственно, примеры разряда в конкретной вот этой трубке при комнатных температурах, вот видно стратифицированный разряд, и при температуре жидкого геля даже. Здесь вот отличие существенное, но вот здесь слабо видно, вот здесь вот однострата, где-то вот в ней структура... Немного видно. Немного видно, хорошо. Следующий слайд. Ну, вот сначала как раз мы начали постепенно подходить к гельевой температуре и начали с азотных температур. Вот здесь вот показано, значит, для сравнения пример структуры в этой страте над капилляром при комнатной температуре и дальше, значит, при азотной температуре. Основным результатом, который был получен, при таком охлаждении частицы подходит близко друг к другу, то есть увеличивается концентрация их, увеличивается таким образом плотность плазмного полюкструктур. Дальше. Да, ну вот здесь приведены оценки, значит, некоторые еще раз показываем эти разряды. Дальше. И дальше, продолжая уменьшать температуру охлаждающего реагента, это было пары жидкого геля, мы продолжаем наблюдать этот эффект, то есть уменьшение межчастичного расстояния, таким образом сжатие плазменно-полевых структур. Здесь показано еще и график зависимости межчастичных расстояний и температуры. А вот эти кадры, это реальный фильм? Это реальный фильм. Это вид сбоку, вот то есть разрядная трубка, партикально расположена. Это в реальном времени. это не замедление, не гестрение. Так, ну, дальше теперь нужно. Так, вот я не знаю, видно. Следующий эксперимент был сразу в жидкой температуре жидкого гелия, когда мы трубку практически полностью погрушали в жидкий гелий. И вот здесь как раз впервые после, значит, того наблюдения первого удалось получить нечто подобное, похожее вот как раз на ту структуру. Вот если запустить, я не знаю, будет ли тут видно, на самом деле слабая контрастность. А вот запустились все? Значит, вот здесь сейчас проходит брос полевых частиц сверху. Вот вы видели белый такой поток. Они здесь захватываются в области страты. И такая смутная появляется структура, которая еще так вибрирует, осцеллирует по типу вращения. Вот, ну, вы сами заметили, что картинка достаточно смутная. Это из-за того, что на самом деле условия наблюдения очень плохие. Мы наблюдаем через окна криостата. Это, собственно говоря, то есть четыре поверхности, можно сказать, стеклянные. Плюс еще у нас трубка в жидком гелии находится. То есть мы через жидкий гелий смотрим, который при этом еще и кипит у нас. Поэтому такие, в общем-то, смутные картинки. То есть, с одной стороны, нам было понятно, что мы, в общем-то, повторили результат. Но с другой стороны, значит, демонстрировать его пока, наверное, было еще преждевременно, пока мы, так сказать, не добьемся максимального качества. Вот такой объект, где он у вас здесь? Светящийся, который... Вот это он и есть, да? Ну, дальше будет совсем, да, хорошая картинка, надеюсь. Здесь? Здесь. Да-да-да. Вот следующий слайд. А почему там был такой яркий, а у вас... Ну, пока не дойдем. Он сейчас там, дойдет. Ну, а сейчас мы дойдем, да. У нас тоже будет яркий. Кстати, уже прилично вы говорите, но очень интересно. Две минутки сейчас еще. Нет, нет. Следующий тогда. Так, ну вот здесь, опять, я то же самое повторил. Запусти, может быть, тут будет получше. Ну вот, как раз было принято решение эксперимент повторить. Вот видно, как получше, да? С тем, чтобы добиться, так сказать, качества приемлемого. Все-таки для демонстрации, для публикации и так далее. Следующий слайд. И вот, так, это... А, ну это сборная, так сказать, слайд со всеми оценками и так далее. Ну, давайте дальше. Дальше, дальше. Вот как раз тот слайд, самый последний. Вот здесь вот уже видно. Тут еще, правда, после обработки, так сказать, специальными фильтрами. Вот, собственно, вот эта сама структура, она вращается в страте. Вот видите, она имеет такую, значит, форму, так сказать, близкую, скажем так, сферическую, то есть симметричную, компактную достаточно. Сейчас наблюдение, чтобы было лучше, мы убрали просто один из дюаров, уменьшили количество поверхностей, через которые происходит наблюдение. Вот, и вот удалось достигнуть вот такого результата, получен сравнительно недавно. Как раз вот это, собственно, и будет... Да, это вот реальное наблюдение, то есть здесь вращение примерно 10 Гц с частотой. Да, это не 100, конечно. Нет, не 100, конечно. Не 100. Ну вот, как раз одним из... Я практически закончил. Главным результатом является то, что удалось надежно воспроизводить, собственно, так говоря, такой объект при криогенных температурах теперь уже. И, значит, следующий результат, если еще пару слов расскажу. Значит, как вы уже увидели, наверное, его смысле возникли, по совокупности признаков, его можно считать, наверное, очень хорошим лабораторным аналогом такого природного явления, как Шерон. То есть мы видим его сферичность, значит, скорее всего, то есть поверхностное натяжение, точно, то есть открытые границы. Кроме того, разные гипотезы, которые существуют на данный момент по поводу природы шаровой молнии, могут быть в том числе, значит, применены для описания данной структуры. Некоторые гипотезы в точности здесь реализуются, в частности, вот есть такая гипотеза, что, значит, одним из элементов шаровой молнии является пыль. Вот здесь это ровно, собственно, данная структура, есть суть пылевая структура. Кроме того, еще такая интересная гипотеза, упомяну о том, что, значит, есть гипотеза, что шаровой молнии представляет из себя конденсат возбужденных атомов или молекул, ну, так называемая Рибберговская материя. Вот удивительным совпадением является то, что именно в криогенном разряде постоянного тока накапливается очень большое количество метастабильных атомов по сравнению с комнатными температурами. Это по литературе известной, по статьям. То есть там приводятся оценки, что концентрация таких метастабильных атомов, она может превышать концентрацию электронов на один или два порядка даже. И что может при этом происходить? Поскольку сфера имеет отрицательный заряд, то она на себя собирает со стороны окружающей плазмы потоки ионов положительных. Эти потоки ионов, взаимодействуя с этими метастабилами, они заталкивают их внутрь этой сферы. Ну, просто некуда деваться. И те, в свою очередь, значит, как раз взаимодействуя с полевыми частицами, таким образом высвечиваются, обуславливая таким образом свечения, яркие свечения. Вот очень хорошая гипотеза. И, как я уже заметил, все эти гипотезы, они не просто не отрицают друг друга, они на данной структуре и дополняют друг друга. Ну, вот, наверное, все. А вот я уже сказал. Это и есть труд. Спасибо, поблагодарим. И вопросы у Чисталина. Вопрос. Сергей, спасибо за доклад. Очень директор. Вопрос такой. В принципе, в вашей системе существует подвод энергии в клеящем разряде. А какой способ подвода энергии, вот как вы полагаете, может быть, в природе, в атмосферном давлении? Ну, к этому же вопросу. И нужен ли вам, да? А вот с какого времени жизни, после обрыва только вы замеряли? После обрыва, простите. Ну, я взял оборвал ток в разряд. Ну, если ток оборвается, то есть выключить разряд, то разряд, собственно говоря, исчезнет, а сама структура, она разлетится. Время жизни при этом будет крайне небольшое. Порядка там... Мы не замеряем. Ну, а будет очень маленькое. То есть это не секунда. Разлетное время. Да, разлетное время будет очень маленькое. Это не секунда. То есть без разряда такая структура не живет. Что касается вот вопроса Андрея Владимировича, не знаю. Вот я хотел бы у вас это спросить. Вы ответ дали. Если не подводить энергию вашего... Да, если не подводить... То ничего не получится. Совершенно верно. Следующий вопрос. Вопросы... А, что вы стремились, так сказать, показать в своей работе? Вообще изначально по поводу креогенной полевой плазмы... Да, да. Ну, вот что вы сделали, собственно? Мы сформировали объект некоторый. Висит в воздухе светящийся объект. Попробуйте повторить. Который по многим, по совокупности признаков, очень хорошо можно считать лабораторным аналогом шаровой молнии. То есть вы считаете, что шаровая молния это пылевые частицы, да? Ну, в частности, это соответствует одной из гипотез природы шаровой молнии. Ответ получен, что они сделали. У Климового. Сереж, ну, вы, наверное, могли бы там за них-то всунуть. Что относительно заряда? Ничего, никаких дальних методов. Заряда пылевых частиц? Да. Есть оценки, вот, кстати, выше, я вам сейчас могу показать. Нет, но вообще-то потенциал, вот, плавающий потенциал этого объекта. Он же, так сказать, в целом будет. Тогда, к сожалению, объект можно просто-напросто разрушить. Вообще при комнатах температурах такое делали. И пылевые частицы, они отталкивались сильно от зонда. И мы просто-напросто влияли очень сильно на воздействие. То есть зонт влиял? Очень, да. Не делали с зондом, это понятно. Зонт, конечно же, будет влиять и подводить тепло, и электричество. Совершенно верно. Ну, и второй вопрос, ну, помимо все-таки вот визуальных наблюдений, значит, у вас, наверное, были какие-то могли привлечь сюда и какие-то другие методы диагностики, ну, допустим, оптическая спектроскопия, допустим, так сказать, СВЧ-зондирование, чтобы определить параметры. Очень правильный вопрос, да. И, ну, вот, поэтому я в свое время к вам обращался с тем, что вот есть такой объект, давайте мы его дальше исследовать, в том числе спектральными методами. И последний вопрос на понимание. Я не знаю, значит, у меня так и не сложилось неокончательного мнения. Все видели, как это вот, значит, мельтешит, вот эта вся штука трясется. Значит, ну, у вас какие-то соображения есть по осцилляциям? Что вызывает эти осцилляции и вот эти 10 герства? Откуда берутся-то они? Значит, разные могут быть причины. Это могут быть разрядные неустойчивости, там, допустим, колебания катодного пятна. Страт это нормально, стабильно. Ну, вот, может быть, в частности, такая большая плотность этих частиц, которые препятствуют прохождению, собственно, заряженных частиц в разряде в самом. И это может возникнуть, так сказать, возбуждение. Ну, ясно, что ответа пока нет. Вопрос правильный совершенно. Комментарии какие-то есть? Да, Климов. Ну, мы с Сергеем уже не первый раз взаимодействовали, честное время участвовало там с вами. Безусловно, объект интересный, тем более, что вот в прикладенных условиях, но все-таки. Значит, реальные шаровые молнии, они существуют при комнатной температуре. Верно, да. Вот, ну, хотелось бы понять, значит, что дают нам вот эти вот, значит, низкие температуры для понимания вообще реально шаровые молнии. Я думаю, как раз это не вопрос, это замечательно. Да, поэтому вот, ну, понятно, что вот этот ваш опыт, который вы накопили там, хотелось бы продвигать в сторону более высоких температур, так сказать, будет ли устойчивым этот объект, или все-таки граница креогенная. В этом плане, ну, действительно стоит подумать, надо этим, так сказать, как дальше все это двигать, в какую сторону двигать, в сторону. Ну, и самое главное, значит, если объект есть, и если вы утверждаете, что это объект близок по свойствам шаровой молнии, ну, вот, Андрей, там, 20 штук этих вопросов записал, ну, есть же ключевые вопросы, на которые надо ответить, чтобы сделать заключение. Да, это искусственная шаровая молния. Я считаю, нужно это делать, нужно отвечать. Спасибо. Ну, я попробую комментарий дать некоторый. Ну, во-первых, я знал, вот, ваших руководителей, ну, и прошлых руководителей, некоторых же нет, но, по-моему, в этой работе еще не Федоров участвовал. Вот, и я так чувствую, там какая-то внутренняя кухня есть. Есть кухня? Такая организационная. Вот, но все-таки его имя, наверное, тоже можно было бы упоминать, и к тому же, вот, не Федоров, я напомню, делал эти эксперименты с полевой плазмой в космосе. Известный эксперимент. Вот, и только после этого к этим делам всем подключился Фордов, и у него там есть статья, как мы знаем, вместе с Харбаком, известная статья там и так далее. Вот, да, тем интересно, обращаю внимание, что, значит, видимо, шаровая молния, так же, как и странное излучение, имеет несколько ипостасей. И вот это только одна из них. И поэтому говорить о том, что, скажем, есть полевая шаровая молния, но нету шаровой молнии, которая продвигает Чистолинов, наверное, будет не очень правильно. Вот, природа, я вот это уже несколько раз говорил, она реализует все возможности, какие у природы есть. И еще одно обстоятельство, хочу обратить внимание. Посмотрите, я напомню, что, значит, вот, Рускоев, он такой термин тут ввел, я просто знаю его отношения, такой термин ввел, спасибо, значит, эти самые гаражные лаборатории, да. Вот мы видим, вот эта работа сделана, ну, более-менее на приличном оборудовании, в приличном, значит, месте, и результаты, они такие, в приличных журналах, и они впечатляют. Вот, поэтому, но вот то, что делают, может быть, другие, в том числе и мы, вот я, например, это связано с тем, что финансирование крайне-крайне ограничено, к сожалению. Это еще раз говорит о том, что, если мы хотим что-то получить от исследований по, значит, вот, по трансмутациям, я их так назову, потому что это не ядерные, скорее всего, трансмутации, что-то такое свое, то нужно, конечно, деньги вкладывать. Спасибо. Чем больше, тем лучше.